Добрый вечер, уважаемые те зрители! Как всегда на Медиа-Информе программы с Михаилом Кацином. Сегодня мы будем говорить о политических баталиях, тем более, что наша страна уже вступила в самую активную фазу избирательной кампании по выборам в местные советы. Напомню, выборы состоятся 25 октября, совсем немного, полтора месяца. И для разговора на эту тему я пригласил сегодня Сергея Каленчука, руководителя Одесской областной организации «Партии за будущее». Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, вы знаете, в канун избирательной кампании все политические силы пытаются понравиться, но не каждая резонирует с интересами избирателей, не каждая резонирует с тем состоянием души, к трестию избирателей. Насколько ваша политическая сила в этом смысле отличается от остальных, на ваш взгляд? Во-первых, наша политическая сила была основана уже на мнении избирателей, потому что она была представлена мажоритарными депутатами Верховной Рады, которые прошли вот этот 19-й год с жернова, когда жернова выборов слух, когда на каждом округе побеждал кто угодно, если на нем висела уже надпись «Слуга народа», и выиграть тогда услуги было очень сложно. Тем не менее, 24 депутата, которые сегодня представлены в Верховной Раде в группе «За майбутня», это те люди, которые доказали свою состоятельность, это люди, которым поверили, поверили в первую очередь население именно тех регионов, где они избирались, причем поверили не просто так, а поверили потому, что за ними есть конкретная история, есть конкретные проекты, есть конкретные дела. Поэтому партия основана именно на принципах того, что мы не просто приходим для того, чтобы что-то продекларировать, в очередной раз что-то пообещать, в очередной раз рассказать какие-то красивые истории, как будет через какое-то время, а мы приходим уже с конкретными проектами, и мы показываем о том, что мы способны эти проекты реализовывать, потому что у нас есть уже определенная история на каждой территории, у каждого конкретного кандидата в депутаты или в мэра или в любой другой орган власти. Сергей, большинство политических партий, но это партии одноневки. Они существуют там один-два дня, а потом они благополучно исчезают. А партия за будущее это одноневка? Партия за будущее? За майбутник. На сегодняшний день готовит программу предвыборную уже по выборам в Верховную Раду. Поэтому мы пришли не так давно, но мы пришли надолго. И мы будем бороться за наше политическое участие в развитии нашего государства, потому что то, что происходило в стране последних 10-15 лет, это уже просто действительно реально достало многих людей, которые хотят что-то менять и которые свое вот это желание возлагали на другие политические силы. Я голосовал за Зеленского. Когда я посмотрел список кандидатов в депутаты мажоритарщика в Одесского региона, я уже не ходил на выборы в Верховную Раду, потому что я увидел каких-то людей, которых я вообще никогда не слышал, я их не знаю, я не понимаю, что у них... Я начинаю читать биографию, я понимаю, что это биография на полстрани. Ну, Сергей, вы же понимаете, что у нас в целом стране кадровый голод. Естественно, что каждый раз политические силы из какого-то шорт-листа старается выбрать себе кандидатов, да, вот, ну и даже сейчас мы видим, как все политические силы буквально цепляются в более-менее каких-то рейтинговых людей, у которых, безусловно, могут быть и скелеты в шкафу. То есть в этом смысле не лучше других политических сил. Вы знаете, я бы не согласился с вами, что у нас действительно есть кадровый голод в стране. У нас просто каждая политическая сила, там, или та, которая в оппозиции, или та, которая при власти на сегодняшний день, выбирает для себя какие-то такие критерии, в которых, ну, мы искусственно создаем кадровый голод, да. Вот мы сегодня нам, после выборов 19-го года и президентских и парламентских, мы себе заложили критерии, что у нас должны прийти новые лица. Новые лица, которые никогда нигде не были, ни в одном политическом проекте, которые никогда не участвовали в системе государственного строительства, никогда не работали в органах местного самоуправления. И вот эти новые лица должны выстроить страну по-новому. Вот вы себе представляете этот критерий, да, то есть это где? В детском саду набирать людей? Ну, если человек до 40 лет нигде себя не проявил, не был ни в органах управления, за ним не стоят избиратели, ну, мы действительно доверяем таким людям, что они вот без опыта управления придут и выстроят нам новые модели. Хорошо, Сергей, вы говорите, что у вас партия, у которой, ну, есть опытная команда. А я просто смотрю программу вашей политической партии, общую, украинскую. Ну, там есть, ну, откровенно какие-то контроверсионные тезисы. Ну, например, Украина – это не Европа, пока это всего лишь декларация. Ну, как-то так это сформулировано. Ну, минуточку. Украина в центре Европы. Географически, да. Может быть, Украина не часть, может быть, Украина не часть Европейского союза, но Украина, например, входит в Совет Европы, а Украина географически в центре Европы. Ну, почему в вашей программе такой контроверсионный пункт? Ну, я с вами абсолютно согласен, что Украина географически находится в Европе, Украина находится в целом ряде европейских структур, управленческих структур, в том числе в парламентской ассамблее. Это все красиво. Ну, парламентская ассамблея – это орган света Европы. Да, да. Это все очень красиво, это все очень понятно. Но мы же понимаем, что Украина не Европа, хотя бы только потому, что на сегодняшний день самый низкий уровень жизни в Европе – это Украина. Это не Молдова, не Беларусь, не какая-либо другая страна. Это именно Украина. Как мы можем сегодня говорить о том, что мы можем сравнивать свои социальные стандарты, а мы же социальные государства, у нас об этом написано в первой статье Конституции. То есть государство берет на себя не просто функцию обеспечить человеку место проживания, территорию проживания, а берет на себя социальные гарантии. И как мы можем сегодня говорить о социальных гарантиях, если у нас они не то чтобы самые низкие в Европе, если сравнить с многими африканскими странами, так мы скоро будем и не Африка уже. Ну хорошо, Сергей, если вы говорите Украина, не Европа, автоматически тогда возникает вопрос об идентификации Украины. Понимаете, все-таки есть какие-то общепризнанные тезисы, общепризнанные толкования существующих реалий. Но Украина же все-таки часть Европы. Когда вы сепарируете в своей программе Украину от этого внешнеполитического вектора, движения в Европейский Союз, говорите, что это отдаленная перспектива, призываете сосредоточиться на украинском центризме, вы как бы отказываетесь от той конвенциональной идеи, которая существовала в последние годы, мейнстримовой. Еще раз говорю, мы идеи европейских ценностей заложили в основу нашего внешнеполитического курса. Но это европейские ценности. То есть европейские ценности не тождественны европейской интеграции? Абсолютно верно. Но при этом у нас абсолютно четкий украинский централизм. То есть мы говорим о том, что, помните, был такой еще при Кучме, по-моему, девиз о том, что давайте строить Европу в Украине. Да, хорошо идти в Европу. Но вот как это делать? Вот борьба с коррупцией. Это идти в Европу, это когда закон один для всех. Это Европа, да, это Европа. Это сложно делать? Ну, закон один для всех есть и в Сингапуре, но Сингапур это не Европа. То есть закон один для всех это такое дело. Но мы-то живем в Европе географически, да? Наверное, нам надо сотрудничать и с Китаем, и с Сингапуром, и с Соединенными Штатами. Хорошо, Сергей, в вашей программе, которая призывает к украинскому централизму, есть, но откровенно, такие контроверсионные положения, которые идут в разрез с обязательствами Украины по Всемирной торговой организации, по соглашению об ассоциации. Фактически вы призываете к торговому протекционизму. Абсолютно верно. Как можно проводить эту политику, когда мы подписали уже соглашение об ассоциации и 12 лет, когда находимся в ВТО? Как мы можем заниматься протекционизмом собственных товаров? Мы 12 лет подписали соглашение с ВТО. Мы 12 лет пытались соблюдать правила, нормы ВТО. При этом мы все прекрасно видим, что на сегодняшний день мир быстро меняется. Макроэкономика меняется, рынки меняются. Так что нужно скатываться к экономическому национализму? На сегодняшний день все цивилизованные страны, все страны, которые думают о своем будущем, переходят к протекционизму. И это и европейские государства. Соединенные Штаты, Китай, Италия, Франция, Великобритания. Все переводят свои производства, возвращают свои производства к себе, для того, чтобы создавать новые рабочие места, чтобы именно в своих условиях создавать валовый продукт, для того, чтобы потом обеспечивать социальные гарантии. Нет, но подождите, возвращать бизнес и создавать условия для развития бизнеса у себя в стране, это не то же самое, что устанавливать высокий заградительный внешний торговый тариф. Ну, мы можем, конечно, продолжать жить в том состоянии, когда у нас квоты на нашу продукцию для Европы, в которую мы стремимся. В течение первого дня для Европейского Союза. Вы призываете к ревизии соглашения об ассоциации. Абсолютно верно. У нас за две недели после Нового года мы выбираем свои квоты, и потом уже у нас идет огромное налогообложение на наши товары, которые поступают в Европейский Союз. Хорошо. И наш производитель становится неконкурентно способом. Почему у вас в программе так тогда и не написано? А вот мы заставим наших партнеров с Европой, с Европейского Союза, с Переговора и пересмотреть соглашение об ассоциации. Мы не можем заставлять партнеров садиться. Мы можем предлагать партнерам садиться, пересматривать наши условия и пересматривать условия договора. Хорошо, Сергей, вы же понимаете, что это переговоры. Значит, у Украины должны быть какие-то карты в рукаве. Абсолютно верно. Смотрите, во-первых, мы подписывали соглашение с Евросоюзом, подписывали пять лет назад. Шесть лет назад. Шесть лет назад, в 2014 году, когда мы были в состоянии глубокого кризиса, военного кризиса. Это правда, но оно разрабатывалось. И для нас нужен был партнер. Мы тогда думали о том, чтобы страну вообще как-то спасти, и можно было это объяснить. Сергей, это правда, но соглашение об ассоциации разрабатывалось начиная с 2009 года, когда был запущен инструмент восточного партнерства. И, кстати, в том числе и при партии регионов, вы были одним из функционеров Эдуарда Матвичика, если я не ошибаюсь. Я никогда не был членом партии регионов. Ну, вы не были, но вы работали с Эдуардом Матвичиком, с Алексеем Костусем. Ну, с Алексеем Костусем. Мы разрабатывали и парафировали его. Абсолютно верно. У нас тогда был выбор, там, Евразийский союз, Европейский союз и так далее. И вот здесь, понимаете, вот здесь очень важная вещь, что мы все время выбираем, куда нам идти. Либо нам идти на восток, либо нам идти на запад. В то время, когда жизнь-то у нас здесь происходит, да, и нам надо создавать условия, чтобы к нам восток приходил, и к нам приходил запад. А мы все время пытаемся себя кому-то, ну, качественно, грубо говоря, продать. И вот это вот наша продажность, да, давайте вот вы нас купите за евро, а вы нас купите за юаней. Хорошо. У вас, в принципе, партия крупного бизнеса, да, но так или иначе, да. У вас есть, хорошо, давайте так, у вас партия есть крупный бизнес? Ну, Игорь Палец, это бизнесмен? Ну, это бизнесмен, но... Он относит себя к крупному бизнесу, да? Он достаточно состоятельный человек. То есть он состоятельный бизнесмен, крупный бизнес, да? И, безусловно, у нас традиционно в Украине есть, ну, свои интересы крупного бизнеса, которые не пересекаются с интересами малого и среднего бизнеса. Как вы, имея в руководстве партии крупных бизнесменов, будете удовлетворять интересы малого и среднего бизнеса? Вы же понимаете, как у нас в стране очень часто крупный бизнес выбивает под себя условия, а то, что, ну, происходит у отдельных каких-то флопов, никого не интересует. Миша, смотрите, вот я бы, вот, знаете, вот у нас так считается, вот если у вас там есть крупный бизнес, то это плохо, потому что вы будете отстаивать там интересы крупного, там, лоббировать крупного бизнеса. А если мы завтра создадим партию, где у нас будет только малые предприниматели рынки, значит, вы будете отстаивать там, условно говоря, интересы мафов, рынков там и так далее, да? Ну, не обязательно мафов, рынки бывают разные, малые предприятия. Но мы же при этом понимаем, что экономика, она комплексная, она не может состоять только из малого бизнеса. Или вот, ну, если бы мы с вами жили на какой-то маленькой территории, там, и у нас страна, это какой-то районный центр, да, был бы, возможно, мы бы так бы строили свою модель, но у нас огромная страна, одна из самых больших в Европе. Хорошо, Сергей, вы считаете нормальным, когда валы внутренний продукт нашестренные 160 миллиардов долларов, при этом 1 миллиард долларов всего лишь, это объем тех товаров и услуг, которые производит малый бизнес, по крайней мере, на бумаге. Я считаю, это абсолютно ненормально. Это же не соответствует действительности в принципе. Во-первых, это не соответствует действительно. Во-вторых, то, что малый бизнес должен быть модератором экономики, то, что он должен двигать экономику, в этом... Но не только экономику и политику, как я понимаю. Безусловно, если он будет участвовать в экономических, серьезных экономических процессах, то он будет участвовать в политических процессах. Но я еще раз хочу сказать, что когда мы живем большой семьей, у нас есть дети, у нас есть бабушки, дедушки наши, мы же не выбираем, давайте мы приоритеты дадим только детям, а про это их забудем. Так и экономика, есть большой бизнес, он создает достаточно большой объем ВВП. Что мы сделали? Мы и так 5 лет, у нас была индустриализация. Сергей, вам нужна власть? В чему мы? Вам нужна власть? Обязательно. То есть вы голодные, вы хотите власть. Для того, чтобы что-то менять, не нужна власть. У вас есть команда? Да, у нас есть команда. Смотрите, а чем занимается ваша команда? Потому что я смотрю по фейсбуку, отдельные члены вашей команды, они ходят в горы, они так вот вдохновляют. Ну отдельных членов вашей команды. Профессор тороплено. Ну очевидно. Он профессор, доктор наук, один из лучших реаниматологов. Нет, но это правда. Но смотрите, вот если у нас, если точнее, у него есть ваша политическая сила, ей предстоит серьезная борьба. Я вам скажу больше, наши даже члены команды иногда на пляж ходят. Тоже для того, чтобы отдохнуть, или для того, чтобы посмотреть, что там происходит. То есть вы считаете, что за полтора месяца до выборов у вас есть время для отдыха, да? То есть вы можете поехать в горы, пойти на пляж, отдохнуть, релаксироваться. Через полчаса у меня встреча с Тараблиным. Я вас приглашаю на нашу встречу, где мы будем обсуждать как раз программу медицинской концепции нашего развития города. То есть вы знаете, самые лучшие, самые основательные, фундаментальные мысли ваши политические силы приводят, они приходят в горах, да? Если у человека получается лучше это делать в горах, я двумя руками, мне главное, чтобы они были конструктивными. Потому что вам нужно хаб организовать, вы как слуга народа организовала в Одессе хаб, The Hub называется. Можем сделать, например, MyBahab. Как вам такой хаб? Вы бы там сидели, разрабатывали идеи. Я не хочу быть похожим ни на слуг народа, ни на ОБЖЖ. У нас достаточно своих идей для того, чтобы брать эти идеи у кого-то и делать какую-то породию. Мы этим заниматься точно не будем. Хорошо, Сергей, вот вы так что сказали, что вам нужна власть, вы готовы бороться за власть. А почему от вас не слышно критики действующей городской власти? Вот вы словно обходите критику, вы говорите, вот в целом в городе есть проблема, но вы не даете имена этим проблемам. Ну, вы знаете, если... Возможно, мы не так громко говорим об этом, но то, что мы сказали... Слушайте, а вы вообще не статисты? Вы не сливаете выборы? Смотрите, меня в этом городе знают много людей. Я 30 лет здесь делал свою репутацию. Ну, вот вы знаете, если мне скажут о том, что я статист в каком-то процессе, что я просто кому-то подыгрываю, тем более, но это будет для меня, как минимум, и для меня, и для фамилии моей семьи, это будет как минимум недостойно. Поэтому я точно не статист, и та команда, которая идет сегодня со мной, мы идем с тем, чтобы прийти к власти, взять власть в руки и нести ответственность за развитие города, нести ответственность за жизнь одесситов и за полномочия, которые они нам определяют. Хорошо, Сергей, вот у вас на бордах написано, доктор вас в ритуе, да, вот на вашу бордах. Очевидно, речь идет о вас, да? Вот почему доктор в ритуе, например, не в ритуе бухгалтер, не в ритуе пожарник, не в ритуе полицейский? Почему именно доктор? С чего вы взяли, чтобы вы, будучи доктором, можете спасти Одессу? У меня есть опыт, у меня есть знание, как это делать. Я менеджер, я, в принципе, занимаюсь менеджментом уже последних 15 лет, еще когда стал главным врачом областной больницы. А главный врач областной больницы – это менеджмент. То, что я занимаюсь лечением пациентов, это мое призвание, я занимаюсь этим ежедневно, поэтому одно другому не мешает. Это то, о чем мы с вами говорили, мы там или малый, или большой бизнес будем. Да надо и малый поддерживать, и большой бизнес поддерживать. Вы же не хотите кидаться в медицинскую практику? Как вы будете совмещать? Мне это сегодня мешает. Но у нас уже был пример, господин Емец, который дважды становился министром, дважды уходил, потому что он не мог совмещать практику с... У нас был еще один пример – Лазаришниц, который был почти 3 года министром здравоохранения и как минимум два раза в неделю оперировал сердца в институте Амосова. Все было хорошо, все было хорошо. Я работал с заместительным главой областной администрации и каждую неделю принимал пациентов. Кроме этого, на сегодняшний день, слава богу, есть телефоны, средства связи, которые позволяют мне заниматься своим любимым делом – врачеванием. Хорошо, Сергей. Вот вы говорите, что в городе вас много чего не устраивает. Что конкретно вас не устраивает? Начиная от нашего побережья, начиная от центра города, вы знаете, когда я посмотрел... Подождите, нормальная, красивая трасса здоровья, красивое побережье, велодорожки, велоскады. Мы красиво в Аркадии снесли целый склон, да, вот взяли, спилили полгоры, вот так вот. Причем это сделало... Не просто какие-то инопланетяне прилетели, и нам там в Аркадии, в центре нашей, так сказать, жемчужины. Спилили этот склон, сделало это управление инженерной защиты, да, и сегодня этот склон стоит спильный, сверху дорога на нем проходит, которая может обвалиться в любое время. Там находится санаторий пограничников, кто-то за это отвечает. Ну хорошо, ну смотрите, смотрите, пар Горького, Аркадия... Пар Горького... Парки под Приморским пульваром. Давно уже это инвестиционный проект, он к коммунальной собственности никого отношения не имеет, и поэтому он так хорошо и смотрится. Потому что он не имеет отношения к коммунальной собственности. Но, видите, этот парк все равно при мэрии Труханове, да? Вот этот появился парк... Ну правильно, появился инвектор, который пришел и сделал этот парк. Так а при чем здесь мэр Труханов? Это что, мэр Труханов пришел и сделал это? Подождите, мэр Труханов, это мэр, при котором эти проекты реализовались. Чего вы взяли, что при мэре Калинчуке получится реализовать похожий проект? Давайте посмотрим. Откуда я это взял? Потому что я знаю, что это получится. Хорошо, почему вам, например, не стать заместителем у Геннадия Труханова, если у вас есть идеи, не помочь ему в реализации какой-то его программы? Ведь вы сами сказали, что вы менеджер. Наверное, та политика, которая осуществлялась в городе, политика, я имею в виду... А вы политик или менеджер? Я имею в виду политика управления. Управление городом... Я уже неоднократно говорил о том, что я вообще не считаю местные выборы это какими-то политическими такими действиями, потому что это непосредственно выбор конкретного избирателя, который живет рядом с конкретным кандидатом. Подождите, мэр это политическое должность. Он представляет интересы города. У нас с политикой, мы пользуемся в том случае, если нам неудобно обозначить какое-то действие или какое-то событие, которое мы совершили, нам как-то не совсем приятно сказать в глаза, что это вообще-то недостойный поступок, и мы тогда говорим, ну это же политическая ситуация, поэтому мы как бы здесь ни при чем. У нас дом Гоголя... Сколько лет? Ну вот мэр Труханов занялся этим домом. Две недели назад, как раз, конечно, выборы начали... Но такой занимался до этого домом Руссова, дом Бибмана. А параллельно заниматься домом Гоголя нельзя, потому что ужас. Он доходит до всего. Столько было проблем, оставили попорядники. Может быть, просто уже мэр Труханов устал, и руки до всего не доходят. Он просто не успевает физически. Ну так вот, был бы у него такой заместитель, как вы, который бы все успевал. Вы чего взяли, чтобы вы можете быть политическим лидером? Во-первых, я всегда занимал первую роль. Я привык быть лидером. Я всегда был либо главным врачом, либо начальником управления. Да, но при этом у Геннадия Труханова, у него нету над его головой Игоря Палица, который является партийным боссом. У вас есть? Игорь Палица – это мой товарищ, в первую очередь. Я с ним шесть лет вместе, мы с ним прошли самые разные ситуации, и поэтому для меня Игорь Палица, ну, наверное, в политической какой-то нашей партийной иерархии он у меня босс, но в принципе для меня это в первую очередь товарищ. Да, это мой товарищ, поэтому я всегда привык быть первым. И я тогда отвечаю за проект, потому что если я не первый, я не могу отвечать. Если я, поэтому работал всегда руководителями компании, я не работал у кого-то зам генерального директора. Хорошо, кто формирует списки вашей политической силы? В городской силы? Да, в городской силы. Я формирую. То есть вы полностью отвечаете за каждую человека, который... Абсолютно, за каждую фамилию. За каждую фамилию в этом списке я не несу полную ответственность. В областной совет это уже там коллективное творчество, у нас есть лидер областной организации Анатолий Игоревич Урбанский. Ну и безусловно мы советуемся и с нашим лидером республиканским Игорем Палица, и поэтому, а все кандидатуры, которые будут представлены в нашем списке... Слушайте, у вашей партии есть конкуренция за ухо? Ну, например, вот у Игоря Палица есть два человека в Одессе, и вы, Анатолий Урбанский. Вот есть ли какая-то между вами конкуренция за ухо и за внимание Игоря Палица? Ну, еще раз говорю, Игорь Палица это мой товарищ. То есть вы можете в любой момент его набрать, и он вас услышит? Если он, ну, может не ответит, он мне ответит в любое время. Это будет 2 часа ночи или это будет 2 часа дня, это будет в субботу или в воскресенье. Если он там не занят где-то на эфире или на каком-то важном совещании или еще где-то. Поэтому у нас по определению не может быть компонент. Хорошо, кто в случае вашей победы на морской гонке, кто будет вашим замы? Вот есть ли у вас уже замы? Ну, вот понимаете, вот как в Америке, да? Вот есть понятие running mate, да? То есть тот будущий вице-президент. Вот кто у вас будущий вице-мэр, хотя бы один? С которым вы идете? Вице-мэр Матковский. Это человек, который показал себя как уже непосредственно... А Матковский знает о том, что на будущий вице-мэр при мэре Клинчике? Я пришел, недавно сам хотел баллотироваться на постмэра. Миша, вы же понимаете, я бы не говорил в эфире нашим уважаемым избирателям, если бы я не провел консультацию. Хорошо, кроме Матковского. У нас сейчас идут дополнительные консультации по этому поводу. Я думаю, что в течение 10 дней полностью команда эфирмаров будет сформирована. То есть вы будете готовы выйти с эфирмами и показать, кто за что отвечает? Хорошо, есть ли у вас потенциальный секретарь городского совета? Мы пока не думали об этом вопросе. Мы идем на секретарь, мы идем на непосредственно городской совет и исполком. Поэтому для нас важны все рычаги власти, исполнительное, ну и, естественно, депутатский корпус. Хорошо, по ключевым департаментам. Потому что когда мы говорим о секретаре... Хорошо, по ключевым департаментам. Есть ли у вас потенциальные кандидаты, которые вы заняли... Безусловно, безусловно. Поэтому еще раз говорю, мы сегодня проводим консультации, они в ближайшее время будут закончены. Я вам представлю всю нашу линейку исполнительной власти, исполкома горсовета. Хорошо, скажите, вот у вас был недавно съезд партии в Киеве, партия «За будущее». Традиционно, ну прямо скажем, что голос Одессы, он достаточно глух в Киеве. И очень мало одесситы могут, скажем, лоббировать интересы своего конкретного города, региона. Там на уровне даже партии центральной. Вот насколько вы можете лоббировать интересы одесситов у вас в партии на уровне Киева? На уровне Киева в нашей партии есть один очень сильный лоббист. Его зовут Игорь Палецов. Потому что для Палецов это, ну если не родной город, то очень близкий, как минимум. Он здесь проводил... А почему же тогда Игорь Палецов избирался не от Одессы, а избирался... Ну потому что он на Волынии вырос, он жил на Волынии, он строил там свой первый бизнес на Волынии. Он познакомился... Ну он же в Одессе строил бизнес, как я понимаю, правильно? Ну в Одессе он во многих регионах строил бизнес. Ну просто первый свой бизнес был там организован на Волынии. Он был губернатором в Одесской области, губернатором неплохим. Почему же тогда он не избирался в Одесской области? Еще раз говорю, Волыни для него родной регион. Он вырос в Луцке, он родился в Луцке. Там живут его родители, там живет его семья. Он учился в Луцке, он закончил институт в Луцке, для него это родной регион. Если я последних три года проработал на Волынии, но я при этом всю жизнь вырос в Одессе, и для меня Одесса это мой любимый город, ну будет нелогично, если я на местных выборах поеду сейчас избираться в Луцке. Вы говорите, что Игорь Палец, а ваш товарищ, правильно? Да. А находитесь ли вы в товарищеских отношениях с Игорем Коломойским? Я Игоря Валерьевича свою жизнь видел, наверное, раз пять. Причем три раза это было просто «Здравствуйте», а два раза это был такой короткий, там, 5-7-минутный разговор. Ну поэтому мне бы... Не, ну это уже успех в жизни, если говорить о товарищеских отношениях. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы у меня в товарищах был Игорь Валерьевич как сильная личность. То есть вам бы грел номер Игоря Валерьевича, так сказать, грел бы сердце, да? Послушайте, у меня уже давно не греют номера в телефоне или какие-то там... Не, ну вы понимаете, почему я задаю этот вопрос? Потому что очень часто вашу партию упрекают вне самостоятельности. Вот я в нашей партии с момента ее создания. Я не видел ни на одном совещании, встрече, рабочей встрече, на каком-то мозговом штурме присутствия Игоря Валерьевича. А может быть, дух Игоря Валерьевича обитает? Дух Игоря Валерьевича витает везде, по-моему. Он уже витает в Соединенных Штатах, в Израиле, в Украине. Он уже под дух Игоря Валерьевича какие-то псевдозаконы придумывает, называя его духом Игоря Валерьевича. Просто для того, чтобы принять в своих интересах отдельным политическим структурам. То есть ваша партия абсолютно независима от Игоря Валерьевича? Да. Ваша партия абсолютно независима? Абсолютно. То есть Игорь Валерьевич не дирижирует вашу политическую силу, правильно? Абсолютно. Сергей Калинчук, спасибо, что были с нами на Медиинформе, руководитель партии «За мой будний в Одессе». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok